МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Голосуйте за будущих депутатов парламента Западной Армении. Вышел свет седьмой номер журнала Вестерн Армения. Сыны Западной Армении Тигран Арутинян. Вопросы армян Западной Армении. Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих. В НАТО поприветствовали совместные заявления в Восточной Армении и Паку. Теннер Жубен Элбакян, армянин, проживающий во Франции, награжден еще одной золотой медалью. Законодательные выборы 2023 года. Избирательная комиссия парламента Республики Западной Армении представляет официальный список кандидатов в депутаты парламента Западной Армении на выборы 2023 года. Принимайте участие в выборах в будущий парламент Республики Западная Армения. Заполните форму опроса и проголосуйте. Подтверждение вашего выбора «За», «Против» или «Я воздерживаюсь» и правильно заполненная форма будет завершена нажатием клавиши «Отправить». Вы можете проголосовать только «За», «Против» или «Воздержался». Любые другие варианты будут признаны недействительными. Проголосовав, вы поддерживаете или отклоняете представленных в списке будущих депутатов парламента Западной Армении. Форума для голосования будет открыта с 8 утра 8 декабря 2023 года по 15 декабря 2023 года до 12 ночи. Вышел в свет седьмой номер журнала «Вестерн Армения». В новом выпуске можно прочитать рубрику «Исторические напоминания», в которой еще раз подчеркивается 26 февраля 1918 года председатель армянской национальной делегации по госну Бар-Паша представил Верховному Совету Союзных Держав меморандум об Армении. В седьмом номере журнала «Вестерн Армения» можно ознакомиться с приветственной речью министра иностранных дел Республики Западной Армении Лидия Маркусян на открытии выставки «Наследие Западной Армении». Рубрика «Вопросы армян в Западной Армении» посвящена событиям, произошедшим после перемирия в Ерзенках. Рубрика «Сыны Западной Армении» на этот раз посвящена героям Тиграну Шахбаряну, Нареку Петрусяну, Араму Торусяну, Акупу Егезаряну, Вартана Амаляну, Епрему Арутюняну. Армянскую, английскую и французскую версию журнала в формате PDF можно скачать, перейдя по указанной ссылке. Тигран Арутюнян был артистом со всеми присущими ему качествами. Красота, привлекательность, артистизм – все, что необходимо для сцены и экрана. Друзья часто называли Тиграна «Молодым Ди Каприо». Учился в колледже танцевальных искусств, танцевал в различных группах, далее поступил в Ереванский институт театра и кино. С ансамблем «Амарас» выступал на концертах за границей, в частности в Париже и Москве. Не имея актерского образования, но благодаря таланту, снимался в клипах представителей армянского шоу-бизнеса. Играл в ситкоме, танцевал в театре имени Акопа Паруняна. 14 лет работал в самых различных сферах. Тигран говорил «У меня будет все». Грустить и скучать с Тиграном было невозможно. Он всегда был позитивен и оптимистичен. Очень любил экстрим и даже купил мотоцикл. Тигран служил в Гатруде, там же находился во время войны. Как рассказывают сослуживцы, Тигран был сильным солдатом, волевым и готовым помочь друзьям. 10 октября 2020 года, спасая друга, ценой собственной жизнью погиб, став героем. Вечная слава павшим в бою героям. В начале 1918 года Закавказский комиссариат принял решение прекратить свою деятельность и создать представительный орган, ответственный за решение проблем, стоявших перед Закавказьем. Наиболее важными были мирные переговоры с турецким правительством. Получив телеграмму от турецкой стороны, комиссариат обещал дать ответ в течение трех недель. Окончательное решение должен был принять вновь образованный Закавказский Сейм. Первое заседание Сейма было созвано 10 февраля 1918 года. Депутаты были избраны и распределены по принципу партии и объединений. Крупнейшая социал-демократическая фракция меньшевиков имела 32 депутата. На втором месте был Мусафат и беспартийная группа из 30 депутатов. Армяне Тифлиса имели 27 депутатов. Ростом, Кости, Амбар Цумян, Амо Оган Джанян, Акоб Заврян, Ованес Качазнуни, Симон Вороцян, Александр Хатиссян, Хачатур Карчикян и прочие. На втором заседании Сейма 13 февраля председателем был избран Николай Чхейдзе. Гегель Чкори выступил с речью. Рассказав об осложнениях, возникших во время управления комиссариатом, Гегель Чкори обращается к вопросу о примирении. У меня в руках документ относительно прекращения огня и перемирия. Над нами сгущаются ужасные темные тучи. Как остановить молнию, решит Сейм. В любом случае вопрос примирения имеет первостепенное значение. Судя по всему, для Закавказья он может быть решен очень благоприятно. Демократическое примирение с Турцией было бы достигнуто в основном за счет армян, поскольку во время войны на территории Западной Армении появилась русская армия. О последующих событиях можно ознакомиться на сайте Western Armenia TV. Аппарат премьер-министра Восточной Армении и администрация главы Баку выступили совместным заявлением. Баку освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения – двух азербайджанских военных. Имена освобожденных военнослужащих еще не опубликованы, как и информация о том, когда будет осуществлено их возвращение. По сообщению азербайджанского агентства АПА, лица, возвращающиеся в Восточную Армению, это задержаны в ходе антитеррористических мероприятий, проведенных в Гадруцком направлении в декабре 2020 года. Остальные шесть задержаны на границе и уже понесли большую часть своего наказания. Среди них нет бывших арестованных чиновников Арцаха. Примерно через месяц после объявления перемирия от 9 ноября 2020 года стало известно, что азербайджанские силы взяли под контроль две последние оставшиеся армянские деревни в Гадруцком районе Хинтагэ и Цехаберт, взяв в плен 64 резервиста. Некоторые из них были возвращены, 26 человек все еще находятся в азербайджанских тюрьмах, приговоренные к лишению свободы по различным обвинениям до шести лет. По данным правозащитников, на данный момент в Азербайджане содержится 55 армян, из которых 41 военнопленные, 8 представителей бывшего руководства Арцаха и 6 гражданских лиц. В ведомствах, распространивших заявления, отмечают, что Армения и Азербайджан подчеркивают, есть историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Оба государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и достичь мирного соглашения на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности. В результате переговоров между администрацией премьер-министра Республики Армении и администрацией президента Азербайджанской Республики была достигнута договоренность о принятии ощутимых шагов по укреплению доверия между двумя государствами. Руководствуясь ценностями гуманизма и в качестве проявления доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. Республика Армения, в свою очередь, руководствуясь ценностями гуманизма и в качестве проявления доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих. НАТО решительно поддерживает нормализацию отношений между Баку и Восточной Арменией. Об этом в своем микроблоге X написал спецпредставитель Генсека НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина. Приветствую совместное заявление Восточной Армении и Баку, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных в других мерах по укреплению доверия и четкой приверженности к достижению долгожданного мирного соглашения. Напомним, вчера было опубликовано совместное заявление администрации премьер-министра Восточной Армении и администрации президента Баку об обмене пленных. Позже азербайджанские СМИ опубликовали имена освобожденных армянских военнослужащих. Известный тенор Жубен Элбакян за свою благотворительную концертную деятельность удостоился новой золотой медалью. Он был награжден престижной французской организацией, основанной в 1946 году. Она чествует людей, занимающихся общественной деятельностью в глобальном масштабе. Среди них такие великие имена, как Черчилль Франклин, Рузвельт, Джон Фиджеральд Кеннеди, Луи Амстронг, хирург-кардиолог Кристиан Каброль и прочие. Это вторая золотая медаль, врученная Рубену Элбакяно за его благотворительные сольные концерты. Первая ему была вручена в 2021 году в Сенате Франции. В 2011 году всемирным сообществом Наполеона в Монако он был признан кавалером военного ордена памяти Наполеона и вошел в число 57 известных армян мира по версии престижного журнала «Журнал Люксури». Наряду с Шарлем Азнавуром, Андри Бернуа, Мишель Рекраном. Международная пресса называет Рубена Элбакяно золотым голосом, благословенным голосом. В своей благодарственной речи артист обратил всеобщее внимание на нынешнюю реальность Армении, выразив желание дать благотворительный концерт в Ириване, чтобы помочь вынужденным переселенцам из Арцаха. И в завершении новостей послушаем песню в исполнении кеворка Кагусяна Гарун. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok